Здравствуйте! С вами Армен Апрессиан и курс истории теории современного искусства от британского авангарда до Бэнкси. 11 лекция, посвященная геометризации реальности, кубизму. Признаюсь, получился такой немножко странный рассказ, который на самом-то деле объединяет вот такие странные и, казалось бы, несовместимые вещи, как таких несовместимых художников, как Врубель, выставка которого с таким блеском в 2021-2022 году проходит в Третьяковской галереи и Демиан Хёрст. Казалось бы, подобная парочка должна напомнить абсурдную загадку из кэролловской «Алисы в стране чудес», чем Ворон похож на письменный стол, ну или в других переводах, чем Ворон похож на конторку. Но не все так просто. Позволю себе начать с момента очень и очень неоднозначного. Я бы сказал, даже более чем спорного и вызывающего порой яростное отторжение правильных историков искусства. Но, тем не менее, существуют определенные факты, с которыми спорить не приходится. Итак, в 1906 году знаменитый импресарио Сергей Дягилев привез работы Михаила Врубеля в Париж. Ну, справедливости ради стоит сказать, что он привез значительную выставку русского искусства, и Михаил Врубель был лишь только частью этой выставки. И вот сравнительно недавно попались мне на глаза воспоминания художника Сергея Судейкина. Имя его не слишком хорошо известно широкой публике, однако ж знатоки знают его довольно неплохо. И вот в этих воспоминаниях натыкаюсь я на такой момент. Я и Ларионов ежедневно бродили по осеннему салону. Была посмертная выставка Гогена, начинал с Жорж Руо и Пикассо. Зала Врубеля была центром. И когда мы входили в этот огромный зал, точно крылья томления нового искусства, рожденного в муках Врубеля, мучили и пленяли. Французы восторгались иконами, портретами Левицкого и Козловского, но Врубеля они не оценили. Это слишком сложно. В зале Врубеля, где и никого не было, я и Ларионов неизменно встречали коренастого человечка, похожего на молодого Серова, который часами простаивал над вещами Врубеля. Это был Пикассо. Повторюсь, выставка в 1906 году проходит. Совсем скоро Пабло Пикассо повернется в сторону принципиально нового направления в искусстве, которое получит название кубизм. Вроде бы история кубизма более чем хорошо изучена и никакому Михаилу Врубелю места в этой истории нет. Но достаточно посмотреть, да даже на демона Врубелевского и на многие другие работы, и в них совершенно точно, совершенно однозначно можно увидеть предчувствие кубизма, почувствовать предчувствие кубизма. Вообще, с точки зрения предчувствий, Михаил Врубель художник совершенно потрясающий. И чем больше ты погружаешься в изучение его наследия, тем больше вопросов возникает. Вроде бы, впрямую он ни на что не повлиял. Ну, по крайней мере, не принято считать его зачинателем того или иного радикального движения в искусстве двадцатого столетия, однако среди его работ можно увидеть очень много прозрений того, что совсем скоро случится в искусстве. Ну да ладно, это тема для отдельного разговора и отнюдь не в рамках настоящего курса. И повторюсь, вот этот заход, он недопустим с точки зрения устоявшейся истории искусства, однако я все же рискнул его сделать просто потому, что когда как, не разговаривая о истории и теории современного искусства, экспериментировать с существующей реальностью. Ну, в конце концов, чем мы хуже мастеров, о которых говорим на этих лекциях. Итак, теперь к более традиционной, к официальной истории кубизма. Явление странного, явление неоднозначного, эстетически неоднозначного в первую очередь, ну, просто потому, что довольно сложно понять, какой смысл разбивать на геометрические фигуры существующий мир. Зачем нужно вот совершать такой отход от искусства подражания, от искусства миметического? Говорят о том, что знаменитый поэт Гийомо Полинер, добрый знакомый Пабло Пикассо, говорил о нем, что тот анализирует объект так же, как хирург анатомирует труп, расчленяя его. И, наверное, в этом-то и есть суть кубизма. Ты не повторяешь предмет, существующий в реальности, не переносишь его на холст, а анализируешь его, разделяешь на составные части. Говорят о том, ну, по крайней мере, принято считать, что первой работой, которая может быть отнесена к этому направлению, стали веньонские девицы Пабло Пикассо. Работа, которая появилась на свет в 1907 году, и которую Пикассо показывал сначала только лишь своим знакомым. Глядя на репродукцию этой картины на экране, довольно сложно себе представить ее размеры, а она глобальна, она масштабна, два с половиной, два с половиной метра, даже чуть больше. Глядя на эту работу, сложно принять то, что это не какой-то сиюминутный порыв художника, стремящегося шокировать публику, ну, или тщательно ищущего новый художественный язык. Глядя на эту картину, сложно поверить в то, что для нее были созданы сотни эскизов, то есть это результат очень серьезных, очень долгих и очень глубоких размышлений о сути вещей. Другое дело, что вот эти размышления о сути вещей у того же Сезанна, о котором мы с вами довольно подробно разговаривали, они принимали совсем иные формы и оставляли совсем другие впечатления. И надо сказать, что вот этот опыт Пикассо, столь масштабный, столь радикальный для того времени, он вызвал определенное непонимание у первых зрителей этой картины. Тот же самый Гиомо Полинер считал, что если Пикассо продолжит свои эксперименты, свои поиски вот в этом направлении, то его карьеру, которая вроде бы начала развиваться довольно неплохо, его карьеру ждет бесславный конец. Ну, право слова, какой критик одобрит такие эксперименты, какой коллекционер захочет приобщиться или стать обладателем работы, написанной столь агрессивно, столь примитивно, столь холодно, быть может. Ну, да, с одной стороны здесь чувствуется определенная совершенно экспрессия, а с другой стороны какая-то отстраненность в ней есть. Действительно, ход совершенно странный, причем ладно бы, если бы речь шла о ком-то другом, но ведь Пабло Пикассо — это художник, который, несмотря на всю свою радикальность, на все свои бесконечные эксперименты, он славился на протяжении всей своей жизни достаточно коммерческим складом ума. Он не был склонен, и это совершенно точно можно говорить, он не был склонен писать, ну, скажем так, в стол, да, так обычно все-таки говорят о текстах, но здесь можно сказать и у художники, наверное, так же. Ну, ведь действительно, подумать, эта работа появляется в 1907 году, а совсем незадолго до этого Пикассо пишет загадочные, таинственные, ноль, полюбившиеся коллекционерам работы, ну, типа вот этой девочке на шаре, которая сейчас является одной из безусловных жемчужин собрания Музея изобразительных искусств имени Пушкина, ну, и, безусловно, является всемирно признанным шедевром Пикассо. И тогда, в начале 20-го столетия, подобные работы уже привлекали публику и, с одной стороны, изыскательных, а с другой стороны, изыскательных, а с другой стороны, ну, скажем так, продвинутых коллекционеров. Эту работу, первой владелицей этой работы стала знаменитая собирательница из Америки, Гертруда Стайн, та самая, которая, если вы помните, ну, мне хотелось бы тешить себя такой надеждой, та самая, которая приобрела у Матисса его женский портрет, портрет госпожи Матисса. Кстати, история конкретно этой работы, она весьма любопытна, она сначала побывала у Гертруда Стайн, потом по непонятным причинам попала в галерею некоего господина Конвейлера, о котором мы сегодня будем говорить отдельно и достаточно много. Именно у него эту работу в 1913 году приобрел Иван Абрамович Морозов, заплатив за нее 16 тысяч франков. И вот это примечательный такой момент. Дело все в том, что вот в 1913 году Морозов платит за эту работу 16 тысяч франков, а в 1906 году, всего-то за 7 лет до этого, известно, что Пикассо был просто в восторге, когда Амбруас Валлар приобрел у него несколько десятков картин за 2000 франков. Резкий такой был рост у Пикассо. И дальнейшая судьба картины понятна. В определенный момент коллекции Ивана Абрамовича Морозова, равно как и собрание Сергея Ивановича Щукина, о котором мы тоже неоднократно вспоминали, и говорили в ходе наших лекций, коллекция была национализирована и разделена между Москвой и Петербургом. Возникает вопрос, а что же заставило Пикассо уйти от такого коммерчески успешного уже искусства, от узнаваемого искусства? Ведь, как я уже тоже говорил на прошлых лекциях, для художника очень важно найти свой собственный язык, узнаваемый язык. Пикассо уже нашел. И вот он разрывается с ним. Вспомните, подобного рода ситуация мы уже с вами обсуждали. Ну, в частности, например, когда я рассказывал про Анри Матисса. Вот у Матисса появляется «Радость, покое и наслаждение» такая вот пуантилистская работа, которая вроде бы признана критиками, но он уходит в сторону дальнейших экспериментов. С Матиссом-то понятно, потому что вот это первая работа, которая обратила на себя положительное, которая вызвала, скажем так, положительные отклики критиков, она достаточно вторична. И говорить о каком-то узнаваемом почерке не приходится. А Пикассо тоже. Вот свой стиль. Причем это уже не первый в его карьере узнаваемый стиль. Да, до этого был голубой период, не менее оригинальный. И вот он уходит в сторону жестких экспериментов. Возможно, Пикассо почувствовал, что он отстает, что он слишком консервативен. Ну, действительно, при всей своей свободе, скажем так, по сравнению с многими вещами, которые появлялись в начале 20-го столетия, работ Пикассо-Розового периода, достаточно спокойной и достаточно консервативной. Может быть, даже излишне буржуазной. А тем более, что в 1906 году Матисс показывает вот эту радость жизни. Надеюсь, вы помните, что согласно существующей версии событий, именно эта работа Матисса привлекла Сергея Ивановича Щукина именно с этой работы Матисса. И началось их знакомство, которое переросло впоследствии в многолетнее и весьма плодотворное для всех сотрудничество. И именно центральная композиция с этой работы легла в основу культового танца Матисса, который, как я тоже уже упоминал, нередко называют джокондой 20-го века. Ну, помимо того, что Пикассо видел, что Матисс буквально огромными шагами движется вверх, на Пикассо сыграла, произвела большое влияние, большое впечатление посмертная мемориальная Сезановская выставка 1907 года. И вот здесь хочется вспомнить еще одну очень интересную выставку, которая проходила в 2018 году в Пушкинском музее. выставка называлась «Анатомия кубизма», которая, собственно, и была посвящена истории рождения, существования кубизма, который кураторы Пушкинского музея, ну, собственно, вслед за очень многими уважаемыми искусствоведами, называли одним из главных течений, главных художественных течений 20-го столетия. А как писал в своей монографии «Кубизм» британский исследователь Джон Голдинг, видимо, самой важной и, безусловно, самой полной и радикальной художественной революции со времен Возрождения. Выставку в Пушкинском музее, собственно, и открывала одна из работ Поля Сезанна, вот это «Купание», которое датируется первой половиной 1890-х годов, совсем небольшая работа из собрания Пушкинского музея. Интересно, что, когда ты оказываешься в постоянной экспозиции Музея изобразительных искусств, эта работа словно бы теряется на фоне других более значительных полотен Сезанна, тем более, что она сравнительно скромна по своим размерам. Но в то же время эта работа, она одна из достаточно многочисленной серии, посвященной теме купальщиков, купальщиц, написанных Сезанном, она считается одной из важнейших. Говорят о том, что французский писатель Филипп Соллерс назвал эту картину Евангелием современности. Ну, просто потому, что эта серия, к которой относится картина из коллекции Пушкинского музея, считается произведением, которое положило начало поискам новых форм живописи и постепенному отказу от предметности. И считается, что именно отсюда и растут веньонские девицы. Говорят о том, что эта картина не только и не столько результат изысканий Пикассо, а это результат его пристального внимания и анализа работ Сезанна и идей Сезанна. здесь полностью отсутствует то, что можно было бы хоть как-то назвать перспективой. Нам предлагают абсолютно двумерное пространство. если Сезанн на протяжении своей жизни постепенно шел к упрощению и мы это можем увидеть на его пейзажах, где он постепенно по чуть-чуть отказывается от детализации, от дробных даже мазков, он переходит к работе с значительными плоскостями, так вот здесь тела этих женщин они редуцированы до набора четырехугольников, треугольников, они словно бы очень и очень грубо вырезаны из дерева. Черты их лица буквально намечены несколькими линиями абсолютно отсутствует даже минимальный намек на обращение, на взаимодействие с реальностью. Говорят о том, что Пикассо называл эту картину актом экзорцизма. этой работой он словно бы стирает все все те опыты, к которым он раньше обращался. Весь все свое художественное прошлое, когда он прошел достаточно серьезный путь к этому моменту, от абсолютно традиционной академической живости, через голубой период, через розовый, вот здесь он представляет нечто совершенно новое. тем более для нас-то сегодня это название и этот сюжет по большому счету ни о чем не говорят, а это в названии заключена прямая отсылка не к городку под названием Авеньон, а к улице, к названию улицы в Барселоне, где обитали женщины легкого поведения. И вот эти хоть и схематично обозначенные, но вполне узнаваемые фрукты внизу картины, это такая своеобразная отсылка к тем чувственным наслаждениям, которые обещают эти самые женщины. и как я уже говорил, эта картина стала результатом долгих достаточно размышлений Пикассо и сохранилось значительное количество эскизов к этой работе. Ну вот, например, такие рисунки, создавая которые, Пикассо продумывал структуру будущей картины, будущей своей революции в искусстве. Организаторы выставки в Пушкинском музее уточняли, что было создано более 800, если быть более точным, то 809 эскизов и набросков. При этом, как правило, в литературе говорят о том, что Пикассо создал более ста. Но вот называется иная цифра. И считается, что в общем-то все эти подготовительные работы, все эти рабочие материалы, они не должны были стать, никогда не должны были стать объектом публичного показа, это были те размышления, которые Пикассо переживал внутри себя. Кстати, изначально работа должна была называться «Философский бордель», и лишь только потом пришло название авиньонские девицы говорят, что этот вариант предложил Пикассо, его друг писатель Андре Сальмо. Размышляя над структурой будущей работы, Пикассо, конечно же, не ограничивался только лишь графическими какими-то набросками, эскизами. Вот работа под названием «Три женщины и тюд» глядя на которую можно предположить, ну, осторожно предположить, что авиньонские девицы могли бы стать еще более условными, еще более абстрактными. Среди источников этой картины называют не только работой Сезанны, но и выставку африканских масок, которую посещал Пикассо в Париже, там же на площадь Тракадеро выставлялись они. И действительно, если посмотреть на двух правых героиней этой работы, то совершенно очевидное влияние африканского примитивного искусства здесь можно увидеть. кстати говоря, когда Сергей Щукин узнал об этой работе, он не смог ее понять, воспринять и говорил о том, что это потеря для французской живописи. а Амбруас Валар назвал эту работу произведением безумца. Анри Матис, радикальнейший Анри Матис, счел, что это не что иное, как издевательство над всеми теми, кто создает что-то новое в искусстве. соратник, друг, коллега, Пикассо, художник Жорж Брак, с которым они совсем-совсем скоро начнут работать плечом к плечу, говорил о том, что при взгляде на эту картину возникает ощущение, что вы пытаетесь заставить нас есть паклю или пить бензин и плеваться огнем. говорили о том, что рано или поздно Пикассо повесится на фоне своего творения. И это при том, что на момент создания этой картины публика не была с ней знакома впервые. Эту картину показали широкой аудитории только в 1916 году, но и для 1916 года работа казалась чрезмерной, что ли. Известно, что только лишь в 20-м году эту картину приобрел модельер и коллекционер Жак Дуссе, и уже у него эту работу приобрели специалисты Нью-Йоркского музея современного искусства, где она сейчас и находится, не покидая постоянной экспозиции. На протяжении многих и многих десятилетий эту работу изучают, эту работу анализируют, предлагают различные трактовки ее какие-то. В 1972 году арт-критик Лео Штейнберг предположил, что подарив миру вот такие женские образы, Пикассо словно бы выплеснул на холст свои страхи возможного заболевания венерическими, венерическими, болезнью какой-либо. Я уже упомянул о Сезанне, упомянул о африканских масках, но Пикассо кое-что прихватывал и у старых мастеров. Говорят о том, что авеньонские девицы во многом явились и рефлексии Пикассо на шедевр Эль-Грека под названием «Снятие пятой печати», написанную еще в 1608 году. Это такая своеобразная иллюстрация сюжета из книги «Откровение» Иоанна Благослова, когда убиенные за слово Божие обретают спасение и, конечно, концептуально, тематически каких-то связей здесь нет. Но композиционно, если обратить внимание на поднятые руки, если обратить внимание на загломленные руки, определенные связи здесь найти можно. И, насколько мне известно, уже на протяжении многих десятилетий говорится о непосредственной связи этих двух работ. Я думаю, что в будущем могут найтись и какие-то иные параллели, тем более, что Пикассо был человеком, обладавшим очень широким кругозором, прекрасно образованным, настоящим интеллектуалом, и бог его знает, чем еще мог он руководствоваться в работе над этой картиной. Устав от нелестных оценок, к слову, судя по всему, никто сразу же позитивно на эту работу не отреагировал. Пикассо прервал работу над картиной, хотя и считал ее незаконченной, и на долгие годы спрятал эту работу. Спрятал эту работу. А в то же время происходят события, которые окончательно изменят интересы Пабло Пикассо на тот момент и вообще мир искусства в целом. Здесь имеет смысл говорить о творческом союзе брака и Пикассо. Пикассо даже иронично сравнивал их совместную работу с супружеством, имея в виду исключительно интеллектуальное такое совместное бытие. И на протяжении определенного времени они работали вместе, они развивались вместе, создавали вот это направление, которое получило название кубизм. Но вот ведь какой важный момент. Скорее всего не все эти эксперименты, не даже вот этот тандем не мог бы сложиться без участия уже упоминавшегося сегодня Даниэля Анри Конвейлера. Вот сейчас на слайде перед вами два портрета этого прекрасного господина. Слева это портрет Конвейлера кисти Пабло Пикассо, а справа это работа Хуана Грисса. Итак, кто же такой этот господин Конвейлер? Он родом из Германии, начинал свою карьеру в Англии, начинал как биржевой брокер и был достаточно успешен на этом поприще, но, как оказалось, жизнь финансиста не вполне удовлетворяла его внутренним запросом. Он отправился в Париж, где начал потихонечку заниматься торговлей произведениями искусства. В какой-то момент, посетив мастерскую Пикассо, он увидел девиц и заинтересовался подобного рода работами, настолько заинтересовался, что предложил Пикассо финансовую поддержку для продолжения творческого поиска, пообещав покупать его работы по мере их появления. Когда в 1908 году к Пикассо присоединился брак, конвейлер предложил помощь и поддержку и ему. Таким образом, художники-экспериментаторы на какое-то время оказались фактически избавлены от финансовых забот и могли совершенно спокойно работать. Как я уже говорил, считается максимальной предтечей кубизма Сезанн. И неудивительно, что в какой-то момент брак поехал работать на пленэр в городок под названием Эстак, места, где частенько бывал и работал Сезанн. И в результате появилась, среди всего прочего, вот такая работа под названием «Дома в Эстаке». Там целая серия подобного рода работ появилась. Здесь мы видим склон холма, уставленный домиками, в принципе узнаваемыми домиками, хотя иной зритель может решить, что это лишь нагромождение камней и скал, какие-то деревья, кусты, причем если присмотреться внимательно, то цветовая гамма повторяет цветовую гамму Сезанн. Надо сказать, что здесь еще брак полностью отказывается от изображения неба, горизонта как такового нет, нет, ну, а зачем это все нужно, и более того, пейзаж становится достаточно орнаментальным, достаточно орнаментальным, вот здесь невольно хочется сказать, что вот это 1908 год, брак, такое, начало-начало кубизма, орнаментальность пейзажа, и хочется сказать, что пейзажи в орнамент превращал за 20 лет до этого в России Михаил в рубель, опять же, но ведь он же не повлиял никак на развитие кубизма, конечно, все это знаем, безусловно, совершенно. Брак в том же самом 1908 году представил публике вот подобные работы, он захотел их выставить на парижском салоне, осеннем салоне 1908 года, картины были отвергнуты жюри, одним из членов комиссии был, как ни странно, Анри Матис, и ну, бытует такая история, что он недовольно фыркнул и сказал, что Брак показал картину, которая сплошь состоит из кубиков, и, вероятно, повторил это не один раз, в частности, повторил это общаясь с журналистом по имени Луи Ваксель, тем самым журналистом, который некогда столь метко назвал дикими работы самого Матисса, запустив в обиход словечко фавизм, термин фавизм, извините. И вот он, это, это высказывание Матисса, видимо, запало в голову Луи Вакселя, и он его употребил в одной из своих статей, и вновь слово брошенное раздраженным критиком, важно в данном случае, кто им был, Матисс или Луи Ваксель, но слово брошенное раздраженным критиком дало название целому направлению, целому течению в живописи. однако можно было бы сказать о том, что если в работе брака дамы в эстаке мы можем говорить о каких-то кубах, то, как правило, в кубизме нету кубов, потому что кубы это объемная фигура, а кубизм это все-таки абсолютно плоскостная живопись. Кубисты не занимаются попытками создания трехмерного пространства и доказательством тому, пожалуй, могут стать вот эти работы брака, это рыбацкие лодки слева, ну, на всякий случай, и справа стакан на столе. мне в свое время очень показалось симпатичным такое описание, пусть может быть немножко и примитивное, но достаточно наглядное описание того, чем занимаются кубисты. Можно представить себе обычную картонную коробку. так вот, художник-кубист эту коробку словно бы разбирает, раскладывает на отдельные, как это называется правильно, стороны, клапаны, что ли, и в итоге получается плоскость, которая позволяет увидеть нам эту самую картонную коробку одновременно со всех сторон. и вот приблизительно то же самое можно увидеть и на этих работах. Ну, вот эти рыбацкие лодки брак. При первом взгляде на работу может быть довольно сложно понять, собственно, что это такое перед нами. Ну, да, конечно, формы предметов на переднем плане позволяют нам говорить о лодках, тем более там мачты какие-то торчат домики вдали. Но ты понимаешь, что художник предлагает тебе взглянуть на лодку сразу с нескольких сторон. И вот здесь хочется сказать, помните, как мы несколько лекций тому назад разбирали натюрморт Сезанна, когда он показывает нам, например, стол сразу с нескольких ракурсов. Максимально гиперболизированно вот эта идея нескольких ракурсов, она выступает и здесь, и в этих работах. на сезанновских натюрмортах все это намного скромнее. Сезанн максимально, ну, по сравнению, конечно же, с кубистами, максимально еще приближен к натуре, к реальным предметам. А кубисты, настолько дают свободу своей фантазии, своим мыслям, что эти изображения делают максимально условно. При этом, говоря о том, что вот они-то и показывают то, каков предмет на самом деле. И вот здесь можно обратиться к картине Жоржа Брака. под названием «Скрипка и палитра». Ну, окей, со скрипкой вроде бы все понятно. Хотя, в общем-то, остается очень серьезный вопрос, на который крайне сложно ответить. собственно говоря, почему скрипка, чьи формы столь округлые, столь пластичные, почему она представлена здесь в виде неких абсолютно геометрических объемов. ну, если скрипку на переднем плане ты видишь, а что происходит дальше? Дальше происходит абсолютное нагромождение неких плоскостей, однако мы можем догадываться, что скрипка изображена на фоне нотных листов. Очень и очень условно догадываться. но картина называется скрипка и палитра, а палитра-то где тогда? Ну, судя по всему, она находится в верхней части картины, и она, а как она находится? Судя по всему, она висит на гвозде, который вбит в стену, таким образом, палитра и этот гвоздь являются единственными, наверное, героями этой картины, которые хоть как-то соотносятся с реальным миром. Ну, потому что и скрипка, и эти вроде бы листы с нотами, они словно находятся вне какой-то привязки к реальному пространству. Они просто существуют. А палитра, она такая вроде бы реальная, потому что она висит на гвозде. Что это такое диалог двух миров, или просто необходимость некоего такого заземления? Снова вопросы, 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 и такие вопросы с многоточием еще, продолжающим. это дело. Но, наверное, подготовленный зритель, или, скажем так, лояльный зритель подобного искусства вот этой картины должен задумываться о каком-то визуальном ритме, который предлагает художник, а отнюдь не о связи мира живописного произведения с миром реальным. Не надо додумывать того, ну, я не знаю, как пюпитра, на котором возможно стоят эти ноты. Не надо додумывать какой-то стойки, на которой может, какую-то стойку, на которой может располагаться скрипка. а просто попытаться войти в резонанс с тем ритмом, который нам предлагает художник. Хотя, может быть, и иное восприятие этой картины. Нам предлагают скрипку, ноты в виде некого вот такого сумбура абсолютного, напоминающего то ли какие-то орнаменты непонятные, то ли еще что-то. А потом художник словно бы пытается остановиться, считая, что он пошел не по тому пути, и поэтому палитра будет висеть на вполне реальном гвозде. Что же такое объяснение тоже вполне себе вполне возможно. довольно непростой подход. Хотя, казалось бы, вот так вот смотришь на вот эту работу, на какие-то иные работы кубистов и думаешь, ну, это же так просто, и я так тоже могу. Ну, на поверку оказывается, что не получается. На самом деле, вот эти идеи Пикассо и Брака были подхвачены многими художниками, среди которых и Фернан Леже, и Альбер Глез, и Хуан Грис, и где-то с 1910 года они начинают работать в этой же манере, и, наверное, ближе всего к опытам Пикассо и Брака приблизился Хуан Грис. Вот это его натюрморт с цветами 1912 года, и кажется, что здесь Грис не просто экспериментирует с формами различными, не просто разделяет на геометрические какие-то фигуры существующие предметы, хотя, в общем-то, здесь можно увидеть и гитару, и цветы, и бутылку, и, возможно, какие-то фрукты, правда, непонятного происхождения, но такое впечатление, что он экспериментирует еще и с материалом. Ведь, согласитесь, если посмотреть на эту работу, может сложиться впечатление, что и гитара, и цветы, и фрукты, все это вырезано из каких-то кусков металла, может быть. Надо сказать, что в то же самое время очень близкие эксперименты случаются и в нашей стране, и, вот, например, у Казимира Малевича появляется вот такая крестьянка. Такое впечатление, что и платок, и лицо ее не просто разделены на отдельные геометрические фигуры, но они как будто бы сделаны из кусков металлического листа, достаточно тонкого, который потом загнут и приобретают уже формы не просто каких-то геометрических фигур, а конусы, полусферы и какие-то иные еще формы. Ну, об опытах Малевича мы поговорим на отдельной лекции и достаточно подробно, а пока же, пока вернемся во Францию, к опытам кубистов, которые все дальше и дальше и дальше отходят от реальности, вплоть до того, что образы на их работах становятся ну, крайне сложными для восприятия, это если говорить очень и очень мягко, а на самом-то деле они порою становятся нечитаемыми. Вот как на этой работе Пабло Пикассо, это 1909 год, и с одной стороны мы, наш взгляд услужливо подскажет нам, что перед нами очевидно совершенно чей-то портрет. А дальше? А дальше, собственно говоря, уже будет работать наша фантазия и предположить, кто это, собственно говоря, мужчина, женщина, предположить возраст, какие-то еще особенности этого человека становится все более и более сложно. Ну, хорошо, если здесь мы понимаем, что это портрет человека, то вот в этой композиции, которая называется «Моя красавица», угадать портрет вот этой хрупкой и очаровательной барышни по имени Марсель Умбер, которая была возлюбленная Пикассо, крайне сложно. Ну, надо сказать, что у Павла Пикассо было на протяжении его жизни огромное количество, ну, скажем так, спутниц. Существует множество историй о весьма специфическом отношении гениального художника к женщинам, которыми он буквально питался, высасывая их энергию, недаром же неоднократно он себя отождествлял с Минотавром. Ну, вот к Марселю Мбер он относился очень-очень нежно, называл ее Евой, очевидно, для того, чтобы убедить себя самого, которого, полагая себя Адамом, в том, что это невинное и хрупкое существо является его первой главной женщиной, хотя до этого у Пикассо была более чем богатая история уже, и именно ей посвящена вот эта работа «Моя красавица». Сложно сказать, понравилась ли картина девушки, но сам факт того, что столь знаменитый художник посвятил ей одно из своих произведений, не мог не покорить ее сердце. вместе они были достаточно недолго. Дело все в том, что она достаточно тяжело заболела и умерла, умерла от туберкулеза, оставив Пикассо безутешным ненадолго, правда. Но вернемся к самой работе. Что мы здесь видим? Мы здесь видим нагромождение неких структур, неких фигур, среди которых угадывается некий музыкальный инструмент. Количество колков мы не видим, количество струн нам не говорит ни о чем, поэтому это в принципе может быть все что угодно от скрипки и дальше вот альт, виолончель, гитара, быть может. Бог его знает. И вот есть хотя бы узнаваемые элементы это буквы, которые в верхней части работы складываются в слова ма, жоли, моя красавица. ну и что здесь, о чем здесь еще мы можем говорить. Да, буквы бас, еще какие-то буквы внизу, которые тоже может быть складываются в слово жоли. Наверное, это важный момент, потому что в пространство художественного произведения вводится текст, тогда как ну традиционно все-таки живопись, она оперирует некими визуальными образами, а не текстами и не словами. можно говорить и о том, что эта картина является очень во многом, ну как сказать, такой предвестницей того, что будет дальше происходить в искусстве 20 века, что это такая предтеча концептуального искусства, потому что именно художники-концептуалисты активно оперируют с текстами а не столько с какими-то визуальными образами. Это нечто принципиально новое. Если говорить еще о том новом, что создается в рамках творчества Брака и Пикассо, можно говорить и о появлением появлений очень оригинальных техник, например, как вот в этой работе Жоржа Брака, которая называется скрипка и трубка. Вот уж воистину смешанная техника. Часть картины это не что иное, как вырезанные куски газет и наклеены на поверхность. Формально перед нами калаш. И сейчас в этом нет ничего необычного, достаточно прийти на любую ярмарку современного искусства, чтобы увидеть, что подобного рода способы самовыражения используют очень многие художники сегодня. Но когда вы в следующий раз окажетесь на подобного рода мероприятии, помните о том, что основы заложены, основы заложены были еще в начале десятых годов двадцатого столетия. еще более радикальная что ли работа это натюрморт с плетеным стулом, это Пикассо, это 1912 год, и здесь интересна даже не только форма картины, ничего пожалуй необычного нету, и даже не то, что в качестве рамки используется веревка или канат какой-то. Здесь такое потрясающее смешение всего, потому что если посмотреть на верхнюю часть, ну вот да, абсолютно кубистическая работа. Вот они буквы, с которыми играет Пикассо, но здесь они правда в некий внятный текст не складываются и не образуются, но в нижней части этого допустим на репродукции не видно, но это есть, тем не менее, нижняя часть это приклеенный буквально кусок дешевой клеенки и узор на этой клеенке напоминает сидение плетеного стула. То есть здесь получается, что в пространство картины включается настоящий, причем абсолютно профанный предмет из реального мира. Это то, с чем будут играть художники в последующие годы. Ну, самым ярким жестом станет 1917 год, когда Марсель Дюшан представит миру свой перевернутый писсуар, назвав его фонтаном. Но, опять-таки, можно говорить о том, что основы того, что получит название Ready Made, мы видим уже здесь. Еще одна работа брака под названием «Блюдо с фруктами и стакан». И здесь мы видим тоже такую смешанную технику, когда на пространство, в пространство картины интегрируются посторонние объекты, в данном случае это куски обоев. Ну, вот такой вот калаш появляется. Ну, ладно бы, только в живописи ограничивались художники своими экспериментами. В 1912 году Пикассо создает подобный объект под названием гитара, причем мы в русском языке не используем определенных или неопределенных артиклей, а название этой работы как раз принято писать с определенным артиклем. То есть, это не какая-то абстрактная гитара, а вполне гитара конкретная. Говорят о том, что подобные вещи из, подобные объекты из картона Пикассо изготавливал для того, чтобы было проще создавать живописные произведения, чтобы видеть, как могли бы расчленяться те или иные существующие в реальном мире предметы, но в какой-то момент это превратилось в отдельное художественное проявление. И впоследствии, конечно же, опыты Пикассо и Брака переняли не только европейские, но и многие-многие-многие отечественные художники, переняли творчески, развили их, да и, собственно говоря, продолжают развивать, потому что, как ни странно, но чуть не на каждой ярмарке Космоску, ярмарке современного искусства, которая осенью обычно проходит в Москве, видишь какие-то переосмысления вот тех опытов более чем столетней давности. Но на чем особенно хотелось бы сосредоточиться, может быть, сконцентрироваться, это на том, что опыты кубистов стали не просто визуальной революцией определенной совершенно, они дали вот импульс для, очень мощный импульс для дальнейшего развития искусства, которое все менее и менее становилось понятным с одной стороны, а с другой стороны становилось все менее и менее эстетически привлекательным, эстетически прекрасным. Ну, право слова достаточно сложно представить, что человек, который, ну, по крайней мере, возвращен в более-менее классических традициях, может получать эстетическое наслаждение от работ кубистов. Они могут вызывать безусловный интерес, они могут резонировать с какими-то внутренними состояниями, но дарить наслаждение, хотя, конечно, это абсолютно-абсолютно индивидуально. Как я уже говорил, именно из опытов кубистов растет Дюшановский фонтан. Известно, что отец-основатель и главный теоретик сюрреализма Андре Бреттон считал авиньонских девиц Пикассо выдающимся произведением искусства. Но ведь и работы Энди Ворхола это логическое продолжение того, с чем экспериментировал Пикассо. И не в плане разделения натуры на какие-то плоскости, а в плане придания объекта искусства обычному профанному предмету. Брак вырезает кусок газеты существующей реальной газеты и интегрирует его в пространство художественного произведения. Пикассо берет кусок клеенки и наклеивает ее на полотно. и тут же дело не в том, что Пикассо берет готовый предмет, не только, точнее, в том, что Пикассо берет готовый предмет и приклеивает его. До этого момента художники на протяжении многих-многих-многих-многих-многих столетий сначала тщательно повторяли существующий предмет на своих полотнах, достигая все большего и большего совершенствования. Потом, как импрессионисты, изображались, пытались перенести на холст свое впечатление от него. Потом посредством цвета выплескивали свои эмоции. Потом деконструировали. А потом все это было отброшено в сторону. Был взят конкретный предмет, помещен и ура! И вот оно произведение искусства. Художник уже не занимается изображением, он использует его. Простые банальные предметы на работах Ворхола. Существующая в природе акула в работе Херста. чучело из животных изготавливали не знаю очень-очень-очень давно. Чучело как объект некий интерьера тоже использовалось на протяжении столетий, иначе таксидермисты остались бы без работы. Будь то охотничьи трофеи или там еще для каких нужд, это использовалось. Но взять чучело акулы, поместить его в форму альдегид и представить как некий художественный объект, это тоже корнями своими уходит к опытам к этим опытам, к опытам кубистов. Ну, о работах Херста, конкретно об этой работе, которая стала каким-то символом определен, одним из символов современного искусства, мы, безусловно, поговорим ближе к концу нашего курса. Наверное, важно было бы понимать, что всякий раз, когда вам приходится сталкиваться с подобного рода вещами, это некое продолжение всего того, что началось вот тогда. в десятые на рубеже 1900-х и 1910-х годов. О том, как дальше развивалась творческая мысль наиболее радикальных художников, мы поговорим на следующих лекциях. Спасибо за внимание. субтитры м о Субтитры создавал DimaTorzok